И так вот мы с Еленой Ильичевой и я Владимир Ильичев находимся на берегу реки Рейн в Германии и вот смотрим свои работы вот такие работы наши и хотим дальше продолжить рассказывать вам о леонардовских играх леонардовские игры пишет Елена и сегодняшняя тема будет называться я думаю мы ее назовем самое любимое слово на свете для каждого человека самое любимое слово на свете это его имя вот допустим вас зовут Павел давайте Павел пишем да Павел но у вас еще помимо этого взрослого хорошего серьезного имени существуют разные другие имена которыми вас зовут люди или вы любите чтобы вас называли давайте как Павел любят чтобы его называли коротко Паша его зовут друзья Паша а как он еще в детстве любил когда его бабушка называла Павлуша иди пирожки кушать пирожки кушать Павлуша нежным а как еще его называли когда он с пацанами гонял на велосипедах на роликах на скейтбордах Павелка Павелка а как его называла мамочка перед тем как он должен уснуть и она ему рассказывала о сказке и сказала спи мой Павленок Павленок и вот этот Паша взрослый уже мужчина знает все свои имена и вот мы бы хотели с вами сейчас поиграться в такую игру как можно писать его имя чтобы оно ассоциативно было запечатлено в буквах вот давайте Павел это такое что-то монументальное серьезное почти как количество больших небоскребов да знаете улица небоскребов Павел так буквы монументальные буквы сильные буквы друг друга поддерживающие их сдвинуть почти нереально так же как взрослого мужчину Павла Павел эти какие буквы так вот следующий у нас идет Паша давайте подумаем как ассоциативно можно написать это слово это слово которое которым его называют друзья допустим у вас вот такой листик квадратный и в него надо закомпоновать имя Паша вот я компоную П-А-Ш-А вот такой квадратик и получился вот такой экскрибрис Паш следующий Павлуша давайте думать как лучше закомпоновать и написать каким почерком это имя которое очень ласкательное уменьшительно ласкательное я думаю что по диагонали спокойненько легким почерком Паша поanhку как конвертик следующее имя Павелка да давайте подумаем как же закомпоновать Павелку я думаю что это такая играющая прыгающая спортивная территория Букова а И вот я попробую, смотрите. Играет он, прыгает на скейте. И последнее, павленок. Все сразу понимаете, что такое слово ассоциируется с... Давайте. Павленок. С кем? С цыпленочком маленьким. Маленьким мальчиком. А еще у меня есть предложение. Давай придумаем Пашка. О, Пашка. Давай сначала напишем. Такое дерзкое, да? Пашка. Друзья могут только так обращаться. Пашка, идем баскетбол играть. А ну-ка, давайте Пашку попробуем написать, да? И вот. Шкода, да? Шкода. Пашка, кашка там что-то такое. Пашка съел кашку. Они же, пацаны, они же шкодные, да? И еще одно слово, которым я называю своего Пашу. Пашу-то. А ну-ка. А ну давай. Па-шу-то. Это что-то такое таинственное. Таинственное Пашу-то. Ну давайте. Это кто-то прячется за кем-то. Давайте. Это уже сложное такое слово. Действительно, уходящие вдаль буквы, наверное. Объемные, но уходящие вдаль. Это что-то связано со жмурками, с какими-то играми. Пашу-то. Что-то такое шуршащее, мягкое, пушистое. Пашу-то. Да. Объемное, да. Вот такие я нарисую. Это какие-то как домики, как прячущиеся люди там в каких-то, да, в играх каких-то детских. Пашу-то. И в то же время очень нежное и такое как домашнее и доверительное. И вот у нас к вам такая просьба. Как бы вас не звали Сергей, Антон, Мария, Ольга. Возьмите, сделайте, пожалуйста, себе множество-множество ваших имен, а потом напишите их разными подчерками, которые бы соответствовали имени. И мы будем очень счастливы от этого. 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 И мы будем очень счастливы от этого.